МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты первого карагандинского телеканала и я, Гульнор Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. В поселке Жайрем заживо сгорели 8-месячный младенец, его мама и 90-летний Аксакал. На территории специальной экономической зоны Сарарка состоялся круглый стол социально-предпринимательских корпораций всех регионов. В Караганде прошла ярмарка свободных рабочих мест и вакантных должностей. Более 70 предприятий и организаций города представили 1265 вакансий. Обо всем по порядку. В поселке Жайрем заживо сгорели 8-месячный младенец, его мама и 90-летний Аксакал. Жители села перепуганы не на шутку. Они боятся, что такая же участь может постичь и их. Ведь в населенном пункте служба пожаротушения хоть и есть, но обслуживает, увы, только горнометаллургический комбинат. Подробности у Аймамриной. Пожар случился 18 ноября. Пламя, вспыхнувшее по неизвестной причине, взбудоражило жителей поселка ночью. Огонь за считанные минуты завладел всем домом. Поспешившие на помощь родственники погорельцев не смогли их спасти. А вызванная служба пожаротушения приехала на вызов лишь спустя полтора часа, рассказывают очевидцы. «Я пытался их спасти, но меня не пустили в дом сыновья. Огонь распространялся быстро. Мы таскали воду ведрами, но разве это поможет? После мы увидели обгорелые трупы. Их было невозможно узнать. Всё сгорело, остались лишь кости». Сейчас от дома остался лишь пепел и обгорелые останки. Очевидцы рассказывают, пожарные приехали поздно, у них не было ни спецодежды, ни техники. «Три человека сгорело. Ребёнок сгорел. Почему? Пожарки нет. А знаете, почему пожарки нет? Потому что наш Акимат не заключил договор с ЧС. Они обслуживают ВГСЧ, обслуживают комбинат. Они находятся на промзоне, они есть эти пожарки. Но Акимат не заключил договор. Не захотели деньги тратить». Опасения сельчан сгореть оказались не напрасны. Местные пожарники работать бесплатно не хотят, а Акимат заключать с ними договора не спешит. При возгораниях жаремовцам приходится вызывать спасателей из соседнего посёлка Каражал. А путь этот не близок. Новый Аким, работающий на посту всего несколько дней, комментировать данную ситуацию отказался, пояснив лишь, что вскоре эта проблема будет решена. «Если будет необходимо, мы заключим договора и деньги выделим. Но пока я не вник в ситуацию и ничего больше сказать не могу». Жители жаремов такие обещания новоиспечённого чиновника не верят. С их слов, Акимы в селе меняются почти каждый год, а проблемы сельчан решать никто не спешит. Тем временем жизнь без пожарных длится в этом населённом пункте уже пять лет. «Если бы заживо сгорели дети или родственники наших чиновников, они бы примчались за считанные минуты, прилетели бы на вертолёте. А к нам никто не спешит. Нас никто за людей здесь не считает». А имам Ринажа Сулама Кулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Не успела наша съёмочная группа доехать до города. От жителей посёлка Жарем пришло ещё одно видео страшного пожара. Сегодня вспыхнул огонь ещё в одном жилом доме. В результате трагедии умер один человек. Пламя, вспыхнувшее за считанные секунды, жители пытались потушить самостоятельно. К сожалению, из-за отсутствия специальной техники предотвратить трагедию сельчанам не удалось. Как и в предыдущем случае, пожарная служба со слов Жаремовцев приехала спустя полтора часа. В результате пожара погиб один мужчина. К другим новостям. Первые руководители Карагандинского региона поддерживают послания главы государства. Казахстан в новой глобальной реальности, рост реформы, развитие. Эти слова президента стали для многих сигналом к действию. Бизнесмены и общественные деятели намерены следовать им и улучшать регион. Об этом и других планах они рассказали на заседании в областном Акимате. Встреча по обсуждению послания президента собрала в Акимате весь актив области. Неравнодушные ветераны и руководители разных структур выразили готовность следовать шагам, которые обозначил Нурсултан Назарбаев. Директор одного из системообразующих предприятий города Металлургов Дархан Баянов отметил, что глава государства разъяснил чёткую стратегию выхода из кризиса. «Благодаря оказываемым мерам поддержки со стороны государства, несмотря на все трудности, которые наша экономика испытывает из-за негативного влияния глобального кризиса, мы уверенно сохраним предприятия и выйдем на новые рубежи развития». Своё понимание обращения главы государства высказал ректор Карагандинского экономического университета. Со слов Еркары Аймагамбетова, его учебное заведение живёт по принципам, которые обозначены в послании. Они наладили связь с зарубежными вузами и работают по обмену опытом. «Мы должны предпринимательское образование развивать, дополнительное предпринимательское образование. Для этого в нашем университете есть центр дистанционных технологий обучения. Мы можем такие семинары, круглые столы, курсы повышения квалификации организовать». Встреча актива области прошла под председательством главы региона Нурмухамбета Абдебекова. Он подчеркнул, что кризис не должен вызывать у людей панику. Напротив, Акимобласти отметил необходимость сплочения граждан. «В первую очередь нужно привлечь инвесторов и повысить привлекательность региона», – пояснил он. «На сегодняшний день реализация экономической политики, инициированной президентом государственной программы новой индустриализации и другие антикризисные меры позволили достичь положительных результатов в развитии экономики нашего региона. По итогам 10 месяцев промышленности рост составил 8,1%.» Также Акимобласти отметил, что новое послание лидера нации обладает мощной, вдохновляющей и консолидирующей силой, которая позволит укрепить нашу экономику, государство и общество. В конце заседания был намечен план действий по пропаганде послания среди населения. Аймабрина Улжас-Габасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Сегодня на территории специальной экономической зоны Сарарка состоялся круглый стол социально-предпринимательских корпораций всех регионов. Руководители СПК обсудили послания главы государства и какие меры необходимо предпринять для реализации идей послания. Глава государства обозначил ориентиры новой модели роста и развития страны в условиях глобального кризиса. Уделяя большое внимание развитию экономики. Для повышения эффективности работы СПК прошли четыре сессии по наиболее важным вопросам. Первое – аналогообложение сферы недропользования в Республике Казахстан. Второй – немаловажный вопрос – привлечение инвестиций. Также обсуждались возможности участия СПК в государственных программах. Еще один вопрос – создание ассоциаций, финансирование и приведение в соответствии стратегии СПК. По осознанию ассоциаций СПК только предполагается место регистрации, где будут проходить, в такой форме, какие членские взносы, которые не обсуждаются, есть отношения разные. Вступают в ассоциации с постановкой. Руководители всех социально-предпринимательских корпораций обсудили насущные проблемы и способы их решения. В своем послании народу Казахстана президент поручил активнее применять механизмы государственно-частного партнерства, проработать меры поощрения частных инвестиций в приоритетные сферы экономики. Председатели СПК планируют передать свои предложения правительству. Совещание проводилось в течение дня. Присутствующие плодотворно проработали по решению наболевших вопросов. По итогам встречи были приняты важные решения. В преддверии празднования Дня Независимости Республики Казахстан Акимат города Караганды провел очередную городскую ярмарку свободных рабочих мест и вакантных должностей. На сегодняшний день более 70 предприятий и организаций города представили 1265 вакансий. В ярмарке приняли участие инвалиды, дети-сироты, лица, освобожденные из мест лишения свободы, категория людей старше 50 лет до достижения пенсионного возраста и молодежь до 29 лет. Из предоставленных вакансий 6% это экономисты, юристы, энергетики, 83% электросварщики и 11% кондукторы, кухработники, грузчики, другими словами, специальности, не требующие квалификации. Сегодня она нацелена на то, чтобы именно с учетом особого периода в экономике карагандинцы, которые порядочные, еще не нашли работу, либо ее потеряли, у них была возможность именно получить хорошее, качественное, рабочее место. Здесь именно не просто все карагандинцы, но и особый аспект сделан на цивевые группы. Это люди с ограниченными возможностями, это люди, освободившиеся из мест лишения свободы, это молодежь. Соискателей собралось только, что и яблоку негде упасть. К примеру, инвалид третьей группы Геннадий уже больше года был безработным, а сегодня Геннадий счастливчик. Он нашел работу по специальности. Я благодарен Центру занятости, всем сотрудникам дорожной карты занятости и всем, кто помог мне устроиться на работу. На ярмарке вакансий раздавали буклеты с информацией о программе «Дорожная карта занятости-2020», молодежная практика в социальных рабочих местах, о социальной выплате в случае потери работы. Диана Рамазанова, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Продолжаем выпуск. По закону о выборах в Республике Казахстан образование составов избирательных комиссий входит в полномочия маслехатов. И если на октябрьской 50-й внеочередной сессии гормаслехата в силу разных причин 100 с лишним человек были выведены из составов местных участковых и окруженных избиркомов, то на пленарном заседании, которое состоялось накануне, были утверждены кандидаты на все вакантные места. Сергей Высокосов расскажет подробнее. В конце октября Аким Краганды Нурлан Аубакиров направил в гормаслехат свое решение об образовании избирательных участков. После чего секретарь маслехата Кабдыгалье Оспанов распорядился создать для этого временную комиссию. В число участников комиссии включили депутатов и работников аппарата гормаслехата. Чтобы набрать кандидатов на вакантные места, в участковых и окружных избиркомах срок определили в месяц с 23 октября по 23 ноября. Установленный перевод в городской маслехат поступили предложения от четырех филиалов политических партий, зарегистрированных и действующих в республике Казахстан и имеющих свои подразделения по Карагандинской области, и три общественных объединений. Представлены 42 кандидатуры, 42 вакантных места в составе избирательных комиссий. Те, кто участвуют в образовании местных избиркомов, вправе в течение сроков их полномочий вносить изменения в состав избирательных комиссий. На сегодняшний день в территориальной, городской и 15 окружных избиркомах по выборам депутатов городского маслехата, а также в 62 участковых избирательных комиссий было 115 вакансий. В соответствии с регламентом Карагандинского городского маслехата, а также согласно распоряжениям секретаря городского маслехата от 27 октября 2015 года, созданная при маслехате временная комиссия учитывала предложения по внесению изменений в составе избирательных комиссий. Временные рамки для приема документов установились с 29 октября по 29 ноября нынешнего года. Представлено 115 кандидатур на 115 вакантных мест в составе избирательных комиссий. Согласно пункта 2.1, пункта 9, пункта 10 ст. 19 Конституционного закона Республики Казахстан о выборах Республики Казахстан, кандидатуры, предложенные в составе избирательной комиссии, были проверены на предмет установления их соответствия требованиям вышеуказанного закона. Все кандидатуры требованиям действующей законодательности соответствуют. ТО «Теплотранзит» стал ближе к народу. Теперь каждый житель города может напрямую обратиться со своей проблемой, просьбой или жалобой через приложение WhatsApp. 8-775-644-1070. Только за вчерашний день от жителей города поступило 10 обращений. Сотрудники «Теплотранзита», оперативно отреагировав, решили 6 проблем. Такой вид связи позволяет легко сотрудничать с населением, учитывать пожелания жителей, сиюминутно решать наболевшие проблемы. Любой потребитель может в любое время суток написать о своей проблеме. Делаем это для того, чтобы всегда быть в курсе событий, чтобы не оставлять наших потребителей один на один со своей проблемой. Потому что очень часто многие потребители жалуются, пишут в соцсетях, обращаются на телевизионные, не до конца понимая, что проблема не в нашем предприятии, а проблема в доме. Или же просто бывает такое, что нет внимания со стороны представителей КСК и так далее. Поэтому напрямую могут писать сообщения, отправлять фото, видеоматериалы, чтобы мы были в курсе и тут же могли мгновенно отреагировать. К другим новостям. В прошлое с новыми технологиями. Необычная выставка открылась в Карагандинском областном историко-краеведческом музее. Представлен 21 гипсовый барельеф казахских ханов. На воплощение идеи было потрачено около 5 миллионов тенге. Выставка посвящена 550-летию казахского ханства. Идея воссоздать облики ханов с помощью голограммы зародилась еще в прошлом году. Самым затруднительным в работе оказалось именно создание достоверной копии. Необходимо было разыскать архивные фото, документы 15-17 веков. Найти информацию о таких ханах, как Кирей и Жанебек, было наиболее легкой задачей, уверяют разработчики. За основу барельефов ханов Абулхаиры и Аблая были взяты изображения на национальной валюте Казахстана, которая была выпущена в 1994 году. Воплощая задумку в реальность помогали белорусские скульпторы. Они выполнили итоговую и самую важную работу – голограмму. Создавали 3D-изображение с помощью специальной лазерной технологии. Финальный этап работы длился полгода. Совместная работа историков и художников будет продолжена. Некоторые копии ждут доработки. Авторы и организаторы этого проекта – ТОСП «Голография Казахбел». ТОСП «Голография Казахбел» – это совместное предприятие с казахами и белорусами. Учредителями является, с казахской стороны, один из крупных учредителей – это научно-технический центр «Парасад» при Министерстве образования. Фирма, то есть главная организация страны, которая наукой, скажем так, занимается. С белорусской стороны, значит, это СП, значит, входит ЗАО, закрытое акционерное общество «Голография индустрия» и ООО «Магия света». Желающим окунуться в прошлое с новыми технологиями двери областного историко-краеведческого музея города Караганды всегда открыты. Выставка будет длиться два месяца. Вход платный. Асель Сазамбаева, Алжас Габасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Нашему земляку, известному писателю и журналисту Умиру Кариб 75 лет. Его рассказы и повести популярны среди карагандинских читателей. На сегодня у автора более десяти книг. Многие стихотворения опубликованы в печатных изданиях. Подробности в следующем сюжете. Умир Кариб – уроженец Жанаркинского района. В школе работал учителем и параллельно ввел кружок литературы. Умир Ата работал в районных газетах Агадыр Тане и Заман. Сегодня писатель проживает в Агадыре и является председателем районного общества Хазахтале. «Я счастлив, что живу в независимой стране. В свои 75 лет я пережил много трудностей, свидетель всех сложностей и высот развития нашей страны. Я ровесник президента. Это меня вдохновляет в творческой жизни». Умир Кариб – член Союза писателей Казахстана. За свой долгий творческий путь автор стал глубоко уважаемым среди широкой публики и ценителей литературы. Его повести и рассказы читают молодежь. На сегодня много молодых талантов, готовых пойти по его стопам. «Мы рады, что присутствуем на сегодняшнем мероприятии, так как я являюсь членом клуба молодых писателей и акынов. Для нас такие встречи очень важны. Я сам с детства интересуюсь литературой и люблю читать прозу». В копилке писателя два романа, около 20 повестей и более 100 рассказов. В частности, автор в своих произведениях описывает жизнь простых сельчан. Ему знакома и близка эта атмосфера. На творческом вечере читатели познакомились с новинками и последними рукописями автора. Гульза Ацахова, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Карагандинские полицейские нашли новый способ борьбы с подростковой преступностью. Занятие спорта может уберечь молодежь от множества опасных соблазнов, считают правоохранители. Именно с этой целью блюстители порядка организовали «Веселые старты для школьников». Подробности в следующем сюжете. «Веселые старты» прошли в школе номер 100. Организаторами спортивных состязаний выступили полицейские и руководство учебного заведения. Совместная спартакиада позволила мальчишкам волю побегать с мячом и отличиться в выполнении различных заданий. Алексей Борзов получил массу эмоций. «Хочу, чтобы все занимались спортом, футболом, баскетболом, пианированием, легкой атлетикой. Всем удачи». Сотрудники административной полиции с интересом наблюдали за стараниями подростков. Громко аплодируя, они подбадривали участников. С их слов, такие совместные начинания дают хорошие результаты. Ребята тянутся к спорту и забывают о шалостях. «Данное мероприятие проводится ежегодно, направлено на пропаганду здорового образа жизни, популяризацию спорта среди несовершеннолетних, вовлечение их в полезный досуг. Независимо от социального положения и статуса, несовершеннолетним позволяется поближе узнать друг друга». Соревнования закончились подведением итогов. Все отличившиеся получили благодарственные письма. Аймамрина Арман Нартаев, первый карагандинский. Уважаемые карагандинцы и гости города, приглашаем вас на сельскохозяйственные мини-ярмарки, посвященные Дню независимости Республики Казахстан. На ярмарке будет реализовываться продукция предприятий города и сельских товаропроизводителей. Цены на мясомолочную, плодо-овощную и другие продукты на 15-20% ниже среднерыночных. Ярмарка будет проходить 5, 12, 19, 26 декабря 2015 года возле торгового дома «Юбилейный» в районе автостанции Юго-Востока, на площади Орталык в районе Пришахтинска, возле торгового дома «Феник» в районе Сортировка и в Майкудуке на коммунальном рынке Гасыр. На этом наш выпуск завершен. Уважаемые телезрители, впереди выходные. Будьте осторожны на улице Гололед. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова